Привет, друзья и подруги подпольной правды! Мы продолжаем тему, начатую в прошлом выпуске. Напоминаю, мы представили тройку самых идиотических спасений виртуальных миров. Сегодня речь пойдет о самых любимых играх редакции. По иронии судьбы, они тоже посвящены спасению мира. Вы на 3db.games.tv.ru, а в эфире самая беспристрастная передача Солнечной системы «Подпольная правда». На третьем месте раскинулась пустошь из игры Fallout 3. Я уже слышу одобрительные возгласы тру-геймеров. Действительно, отличная, яркая, талантливая серия и прекрасная третья часть. Надеюсь, не последняя. О киберпанке и выживании в окрестностях Вашингтона. Казалось бы, что тут прекрасного? Мир после катастрофы неуютное место. Люди стремительно теряют человеческий облик. И разработчики, беспощадно передавая отчаяние, озлобленность, страх и похоть нового мира, намеренно проводят черту, за которую игрок проникнуть не может. К примеру, нельзя расстреливать детей. Уже само то обстоятельство, что многие игроки пытались проверить, можно ли это сделать, убить ребенка, говорит о многом. И в первую очередь о том, что изъеденный пороками мир Fallout недалеко отстоит от нашего собственного. Да, игра декларирует полную свободу и сама же ее ограничивает. И делает это лишь с одной целью, подобно любому художественному произведению. Она заставляет задуматься, остановиться и найти в самом себе нечто прекрасное. То, что и нужно спасти. Ведь мир — это люди, которые не потеряли себя. У нас V-образный кит-парад и на третьем месте гуманизм Fallout на пороге конца света. На втором месте знаменитый фантастический боевик Gears of War под любым порядковым номером. Далекое будущее. Идет колонизация планет, на одной из которых найдено важное для человечества вещество — эмульсия. Здоровенные воины, кстати, прекрасная противоположность к культивируемому в последнее время на экранах педерастичному мужскому образу, выживают в тылу врага и кровью отвоевывают такие ценные для человека ископаемых. Кто-то скажет, они, эти воины, чужие на планете. Они убивают пусть уродов, но тех, которым эта планета принадлежит. Да, это так. Но это мужчины. Это солдаты. Которые выполняют приказ. Не из личной выгоды. Не из желания выслужиться. Они делают это для нас. Для людей. Это война. И они на ней. Наши. Да, быть может, они не правы. Но они наши. И этого достаточно. Почему американцев захватили журналистов в Ираке, и они посылают туда войска? А у нас в Осетии погибло столько людей. И правительство соблаговолило направить грузинам ноту протеста. Да надо было точно так же, как в Гирс оф вор, шарахнуть и дачные поселки потом строить на месте Грузии. Гирс оф вор – это призыв к спасению собственной самости, собственного достоинства и неповторимости, без которых невозможен ни один этнос, ни одно общество и никакой мир. Второе место. На первом месте, разумеется, Half-Life 2. Победа заслуженная и почетная. И многим зрителям наверняка доводилось бывать в городе Сити-17, который находится под пятой деспотического правительства. Многие наверняка спасали планету от инопланетян. Все наши подпольщики делали это много раз и гордятся своими заслугами. Почему? Ведь на первый взгляд перед нами даже не история, а призыв с плаката «Отечество в опасности». И вот мы, игроки, куда-то бежим с монтировкой, бьем гадов, изредка отвлекаясь на незатейливые сюжетные сценки, где появляются второстепенные персонажи. Да, именно так. И по-другому быть не должно. Half-Life – это простая, выверенная и несентиментальная история. А какой еще должна быть история о том, что наши соотечественники, а по меркам планеты соотечественникам становится каждый человек, наши соотечественники одной ногой стоят в могиле и готовятся занести вторую ногу. И виновный известен. Какие чувства это должно будить? Разумеется, патриотизм, готовность стать под ружье и защищать родную планету из последних сил. Всей инопланетной Армаде противостоит один единственный человек – Гордон Фримен. Что это? Насмешка над здравым смыслом? Нет. Это обращение разработчиков к каждому из нас. Спасение мира – это не дело рук кого-то другого. Волшебник в вертолете не прилетит и ничего не покажет. Мы, вы, я, каждый из нас должны быть готовы спасать этот мир, менять его к лучшему. Каждый день. Без страха и упреков. Первое место. Выпуск о спасении виртуальных миров изначально задумывался именно таким. В двух частях. И, как уже, наверное, догадались настоящие друзья и подруги подпольной правды, посвящен этот выпуск вовсе не играм, а недугам, от которых страдает наше общество, а игры по-своему это отражает. И главному недугу – нетерпимости. Тот же Fallout, который мы помянули два раза, стал жертвой оголтелых нападок еще до выхода. Игроки толпами обвиняли разработчиков во всех смертных грехах и поливали игру грязью, даже не видев. А игра вышла отменная. Я уж не говорю об откликах телезрителей. Мы их предвидели. И, к сожалению, не ошиблись. Наш опыт, эксперимент, увы, не провалился. Подавляющее большинство из вас даже не попытались вникнуть в чем дело. И, заслышав, что на алтаре их любимых игр не было жертвоприношений, человеческих, наверное, тут же стали кричать во все горло. При том, что подпольная правда – это вообще не глаз народа. И она задумывалась не как передача, которая показывает именно то, что зритель хочет увидеть. Об одном и том же предмете может сложиться несколько мнений. Обоснованных мнений. И все они заслуживают, если не признания, то, по крайней мере, вдумчивого изучения и уважения. Я и вся редакция «Подпольной правды» от души благодарит тех немногочисленных зрителей, несколько десятков из полутора десятков тысяч, которые это уважение проявили. Наш адрес – правда, как всегда, собака.gamesy.tv.ru До следующего четверга.